приветствую вечер или утро но это у вас а у нас новости и и дальше вы думаете что я про снег шутить буду а вот и нет какие уж тут когда все о дкб ну без армении замело шуточки положение в мире серьезная и скользковатые и потому дальше у нас с вами суровая традиционная международная рубрика лавров за гранью в которой мы обычно про политическое закулисье в том числе и шутили ехидно порой но не сегодня сегодня я лавров сам без всякого давления извне предлагаю без смеха насколько это получится и по возможности по-доброму поговорить о том в ком давление изнутри почти уже кажется и не осталось да да это я а сонном джо над которым чуть не весь мир чуть не всю неделю явственно издевался и это при том что на неделе этой байден оказался повинен лишь в том что у него случился день рождения и вот так меня это к старику с поведением новорожденного всеобщая едкость расстроила что у нас лавров за гранью давайте попробуем обойтись без вот этого вот всего без подколов в смысле не будем хотя бы как сенатор кеннеди говорить в переводе о нем в стихах что народ американский приджо стал беднее но не глуп и пришел к выводу что президент байден стар и ему нужен суп и баиньки представляете так и сказал а мы давайте так не будем а вот про все остальное и про новости и аналитику и а байдене прозой вот об этом по-нормальному все же поговорим и только тем кто на ютюбе нас смотрит вот вам скажу эксклюзивно и дополнительно вы к просмотру в дополнение на канал подпишитесь колокольчик нажмите лайк поставьте не забудьте хорошо выше еще не совсем как байден а а начнем чтобы президенту америке хоть поначалу обидно не так было с другого края америки из другого президента не новорожденного но новоизбранного главы аргентины милее с говорящим именем хавьер ну как давишь не снег на головы у которого по недоброй американской традиции как у сонного тоже оказывается кличка имеется и кличут нового главу местные а скоро может и весь мир будет эллокко что в переводе с тамошнего безумный и это в лучшем случае но вряд ли лучшим для аргентины ведь этот безумец взял и выборы аргентинские того таки выиграл ну может народ местный восхитился размером его бакенбард а может испугался его бензопилы или может вот просто прикололся а что ведь терять аргентинцам есть чего вот только это самое чего богатство страны аргентине уже почти и не принадлежит так уж получилось а получилось так потому что правительство этой страны одно за другим были вынуждены кредиты брать у международного валютного фонда чтоб проценты по кредитам международного валютного фонда отдавать за предыдущие взятые даже не ими кредиты и каждый раз чужой орган мвф строго по своей методичке советовал им еще и реформы новые приватизацию и конечно продажу собственности иностранцам проводить и каждый раз денег от реформ на жизнь почему-то не хватало а дальше шли новые проценты новые кредиты а вот в этот раз нового главу на голову аргентинцам будто циклоном принесло и вот новый глава заявил что порочный круг надо распилить раз уж разорвать не выходит и решил нет про кредиты пока ничего не решил но жизнь аргентинцев решил отменять по его словам не будет в стране для жизни аргентинцев не министерства здравоохранения не минобра и да госсобственность продавать он будет то есть не станет ее и что же станется а вот этого никто не знает и все ждут и не иначе как джо сонному назло хавьера безумного ожидаемо новым трампом называют и если вы думаете что это самое обидное что с байденом на неделе случилось то не обижайте но вы ошибаетесь дело в том что выборами в аргентине марафон которому в будущем году присоединятся сами штаты на неделе не ограничился и еще одни прошли в стране которую раньше звали голландия а теперь так не зовут потому что название официально с наркотиками и проститутками ассоциировалась а с чем успели по ассоции ассоции ассоциироваться нидерланды в последние пару лет понятно не очень но теперь они это самое будут с победителем их крайних выборов крайне правом гертом вилдерсом которого не иначе как назло сами понимаете кому голландским трампом еще называют вилдерс как трамп выступает за сокращение миграции за избавление от евро чиновников вроде урсулы фон дер элл и жазепа не нашего барреля а вот чего он категорически против так это он против чтоб денег и оружие киеву безотчетно и в неограниченном объеме по байденовскому чужому совету давать видимо чует герд что если давать таким образом то страну обратно в голландию переименовывать надо будет а может и того хуже в аргентину причем главной соперницы герта в предвыборной гонке была рожденная в турции гражданка нидерландов по фамилии е-шил-гез-зигериус которая не выиграла видимо потому что избиратели выговорить ее фамилию не смогли а может потому что штаб назвать ее трампом в юбке как-то не догадался но вы будете смеяться над байденом однако и она тоже выступала за уменьшение числа мигрантов и наверняка была против брюссельской бюрократии просто высказать это все не успела недавно она на посту и вот тут все же давно пора и наконец-то придется и про самого байдена нам тут они только им всем там поговорить ведь дело в том что аргентинцы граждане страны аргентины и голландцы граждане нидерландов не только лишь потому что байдена позлить хотели стали у себя самых разных но местных трампов выбирать а видимо в преддверии электорально марафонного 24 у нас на планете уже какая-никакая но тенденция наметилась и видимо она в том что мир устал и даже не от 80 однолетнего байдена но от порядков основанных на чужих правилах с которыми и ассоциируется этот самый отметивший на неделе день рождения сонный джо которого с этим днем все более чем ехидно поздравили и вот если догадка верна то новости нам всем предстоят весь следующий год интересные так что предлагаю ждать их и смотреть внимательно и конечно обсуждать например в нашей традиционной и сегодня даже не слишком едкой международной рубрики лавров за гранью а еще можете вопросы к нашей обычной уже пресс-конференции наоборот готовить активнее она вот-вот произойдет не следующий день рождения байдена чай пишите в минск коммунистическая 6 22 00 29 звоните на горячую линию унт шлите послание на электронную почту лавров за собак mail.ru и оставляйте вопросы с комментариями под роликами на ютюбе прочту все отвечу как сонный джо насколько смогу но это потом а пока пока пойду по снегу похожу